Кыргызстан Кыргызстана и правительством, преодолевая вызовы и сложности и делясь своей международной экспертизой и знаниями для поддержки экономических и демократических реформ. Приглашаем вас на просмотр фильма, где мы поделились опытом и историями людей, с которыми мы прошли этот путь. Сейчас ни хлебом, ни какими-либо другими товарами нас не удивишь. Прилавки ломятся от изобилия и никаких очередей. Я помню, в 90-е, в первые годы независимости Кыргызстана все было совсем иначе. После развала Советского Союза независимая республика пыталась найти свой путь. Но этот поиск сопровождался развалом предприятий, массовой безработицей и бедностью. Каждый, кто застал это время, вероятно, помнит огромные очереди за хлебом, который невозможно было купить. Его выдавали по талонам. В этот период очень своевременной оказалась поддержка партнеров по развитию, ключевую роль среди которых сыграла Прован. Первым этапом сотрудничества была помощь в осуществлении сложного перехода к ранее неизвестной рыночной экономике. Сокращение бедности при переходе к рыночной экономике является многоплановой задачей. Это требует совершенно новых навыков и компетенций, а также создания рыночных институтов там, где их нет, и поиска новых способов проведения экономической деятельности. Плановой экономики больше не существовало. А роль государственного сектора в экономике сокращалась. Между тем, людям нужны были новые мощности и финансовые ресурсы для открытия собственного бизнеса. Продолжение следует... Продолжение следует... На всех этапах развития Кыргызстана ПРОН всегда была надежным партнером по развитию, поддерживая проявление лидерства среди национальных заинтересованных сторон и участие людей в принятии решений. Направление помощи всегда соответствовало духу и вызовам времени, через которые проходила страна, включая поддержку в преодолении кризисов, в укреплении мира и стабильности. Революции 2005-2010 годов продемонстрировали, что граждане требуют стабильных подотчетных государственных институтов. Меняются правительства, это меняются люди, это даже как-то деформируются какие-то институты. Но все-таки программа развития ООН была с нами на всех поворотах вот этого сложного нашего пути в мировой процесс. ООН и ПРООН немедленно оказали помощь новому правительству, когда оно боролось с кризисами в различных направлениях, будь то гуманитарная, организационная или консультативная поддержка. В ответ на трагические события 2010 года, ПРООН реализовала комплекс важных на тот момент антикризисных мер по стабилизации ситуации в стране. Когда у нас случилась беда, и когда на юге были сожжены много домов всех наших граждан, и тогда ПРООН тоже играл большую роль. Важным направлением работы ПРООН было миростроительство, и этот процесс происходил на нескольких уровнях. Более 10 тысяч человек разного этнического происхождения были задействованы по всей стране в программе временного трудоустройства, которая помогла восстановить инфраструктуру в крупных городах в Бишкеке, Аше и Джалабаде. Это был конфликт такой национальный, серьезный. И условия всех доноров, которые сюда приезжали, ставили условия, что 50% состава национального должны быть половина узбеки, половина кыргызы, ну и там другие национальности. А на местах не хотели работать. Узбеки не хотели с кыргызами, кыргызы не хотели с узбеками. День, два, три ушло на работу с ними, а там были сгоревшие села, там были женщины, которые вообще никаким образом погибли мужья, никаким образом поддержка не оказывалась. Те проекты, которые были осуществлены в этот период, и которые продолжают осуществляться и сейчас, вместе с фондом ООН по миростроительству, вместе с целым рядом доноров, донорских организаций, партнеров, национальных и правительственных, и неправительственных. Это один из краеугольных таких интересных, важных направлений в деятельности Организации Объединенных Наций, которые и дальше будут продолжать развиваться. Цели в области устойчивого развития говорят нам о том, что для устойчивого развития странам необходимо способствовать созданию мирных и инклюзивных обществ с доступом к правосудию для всех и опирающихся на эффективные, подотчетные, инклюзивные институты также на всех уровнях. Две главные проблемы, которые существовали в выборном процессе, это фальсификации числа участвующих в выборах и фальсификации итогов голосования. Для того, чтобы обеспечить достоверность числа участвующих, была внедрена биометрическая регистрация и идентификация избирателей. И второе – это внедрение автоматического подсчета бюллетеней, голосов избирателей в бюллетенях, для того, чтобы иметь ориентиры и иметь прозрачность подсчета итогов голосования. В 2015 году впервые эти технологии были применены, и впервые в 2015 году утро после выборов у нас было мирным. А поддержка проон избирательных процессов также привела к тому, что организация поддержала другие государственные учреждения во внедрении жизненно важных цифровых технологий. Позволил создать и ускорить процесс создания всех информационных ресурсов и систем электронного правительства в нашей стране, которые положительно отразились на качестве предоставления государственных услуг. То есть это развитие системы обслуживания населения, это внедрение электронных технологий, это построение всех основных государственных информационных ресурсов как государственные регистры населения. В истинной демократической системе все группы граждан должны участвовать в выборах и баллотироваться в выборах. Одной из ключевых целей в этом процессе является расширение доступа женщин к избирательному и политическому участию в стране. Знаковым достижением в этом направлении является принятие закона о гендерной квоте на выборах от местных органов в отдаленных селах до Джигурку Кенеши Кыргызской республики. От мужчин-коллег, депутатов, мы слышали часто, что женщина слабая, она наберет, например, 100 голосов и все равно по квоте пройдет, а мужчина набирает 5000 голосов, и он не проходит. Но на самом деле ситуация показала, что на самом деле абсолютно не так. По итогам результатов во всех селах местных Кенеши Кыргызстана было очень много женщин. Например, если в местном Кенеше была одна женщина или три женщины, после этого закона их стало, например, 15, 7, 10. В этой части вот Прон, сотрудничество с Прон очень дает хорошие плоды, потому что экспертная поддержка это очень большая часть законопроектов, чтобы закон заработал хорошо и юридически он был правильным. Этот закон помог поверить женщинам в себя, и женщины набирали очень много голосов. И не только они поверили, но и односельчане тоже верили. И получилось, что сейчас эти женщины работают, замечательные лидеры, которые занимаются водой, школой, здравоохранением, на местах помогают людям. Прон также сыграла важную роль в расширении доступа к правосудию для уязвимых слоев населения. В конце 2016 года Григорь Кукинишем был принят закон о гарантированной государством юридической помощи, и при Министерстве юстиции была создана система государственной юридической помощи. В результате в стране создано более 30 центров бесплатной юридической помощи, предоставляющих юридическую помощь и консультации. В Кыргызстане, что касается конкретно доступа к правосудию и доступа к бесплатной, то есть гарантированной государственной юридической помощи, одна из наилучших систем, потому что отдельный закон есть, и доступ к бесплатной юридической помощи именно по гражданским, по уголовным и по административным делам. Это очень круто, потому что во многих государствах есть только по уголовным делам доступ к правосудию. И я бы хотела сказать, что за, наверное, 6 или 7 лет работы именно проекта ПРООН по доступу к правосудию было очень много сделано. Кыргызстан – страна, подверженная как природным, так и техногенным катастрофам и угрозам, которые приводят как к гибели людей, так и к значительному экономическому ущербу. Программа «Развитие ООН» именно с 2008 года начала осуществлять очень серьезные, большие проекты на странном уровне, и в частности поддержки вопроса управления риском бедствия, снижения риска бедствия. Серьезную поддержку они оказали в рамках программы проектов в усилении потенциала Министерства чрезвычайных ситуаций, дежурных диспетчерских служб, пожарно-спасательных служб. Не только в развитии несовершенствования нормативной правовой базы, но и в техническом потенциале. Начиная с 2005 года, правительство обратилось за поддержкой в разработке национальной политики по снижению риска бедствий. Для того, чтобы справиться с последствиями изменения климата, страны должны развивать свой адаптивный потенциал, что означает реализацию планов по снижению уязвимости в ключевых секторах, таких как сельское хозяйство, здравоохранение, водоснабжение и энергетика. И важно сохранить тренд, чтобы Кыргызстан продолжал идти по пути зеленого развития, выбирая технологии, которые не способствуют увеличению выбросов парниковых газов. Кыргызстан Кыргызстан и УНДП Мы также изучаем новые технологии, чтобы также начать преимущество в будущем. Это включает работу в создании директора, и поддержки бизнеса для обучения технологий. Мы также учимаем Кыргызстан's Integrated National Financing Framework, которая позволяет демонстрировать финансы на Парис agreement и инвестменты в Суспейнебл Девелопменты. Indeed, the country is a beacon for ground-breaking ways to advance the SDGs. For instance, Kyrgyzstan has linked tax incentives worth around 5% of its GDP to sustainable development targets, and again, we were proud to support this work. We are also assisting in the design of a revolutionary Debt for Nature swap. Notably, Kyrgyzstan is leading efforts to promote international collaboration on biodiversity protection too. UNDP is proud to support the emergence of new tools for transboundary cooperation, including innovative ways to protect snow leopards and their habitats. That includes action against illegal wildlife trade and conservation efforts with the support of the Global Environment Facility. Today, the support of the creative industries is one of the priorities of the government of Kyrgyzstan in the efforts of the development of human capital, as well as the support of the best shots within the country. Kyrgyzstan is one of the most important parts of the country. We have a sense of understanding between the government and the O.O.O. in order to develop a society. We are now talking about ecology, we are talking about social aspects, we are talking about the world, we are talking about the partnership. And this is a new understanding of humanity, that we are talking about the economic knowledge. Kyrgyzstan is the first in the world, I would say, to have the law about creative industries, and we will continue to move on to this direction. UNDP works for human development, to help expand people's choices for a fair and sustainable future. While Kyrgyzstan has made important progress over the past 30 years, it's also clear that the complexities are growing today. Many people have access to more physical assets, for example, but life is also challenging today in new ways. And as we look to the future, UNDP sees a few areas where we can do more together. The first challenge is, of course, to help Kyrgyzstan build the world at Agenda 2030 and Visind, with planet and people in balance, bringing the sustainable development goals back within reach. And we will do this by continuing to support the country's inclusive, green and digital transitions. We will continue to expand tools and capacities for people and institutions to be prepared for what comes next. People and the government turn to UNDP for innovation and solutions at scale. Together with the UN system, working closely with all our national partners, we will continue to deliver on this promise. At this crucial moment for people and planet, UNDP, the UN family and our many partners will continue to be on hand to support the advancement of the Sustainable Development Goals across Kyrgyzstan towards a greener, a more inclusive and a more sustainable future for all. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Продолжение следует...